Сразу двое несовершеннолетних покончили жизнь самоубийством в Бухаржираусском районе. Трагедия произошла в поселке Березники. Школьников нашли повешенными в разных частях населенного пункта. Все подробности в следующем сюжете. Березники в шоке. Сразу два подростка свели счеты с жизнью. Рано утром 8 ноября в собственном сарае жительница села обнаружила своего 14-летнего сына повешенным. Рейнбек Телехан покончил с собой, накинув веревку на балку перекрытия. Спустя несколько часов лесопосадки на окраине села был обнаружен повешенным и 15-летний Нурлан Тимирбек, друг и одноклассник первого мальчика. Тело своего сына обнаружил отправившийся на его поиски отец. Только что похоронили ребенка Телехан Рейнбека. Все село скорбит. Все соболезни приносят родителям. Обе родители, я даже не могу сказать, это родители, которые очень трудолюбивые люди, порядочные. И воспитание, это многодетные дети. С обоих сторон ничего, даже никто не предвидел такого. Это друзья с первого класса, это все им завидовали, какие у них дружеские отношения были. Хорошие мальчики были. Нурлан был старостой в классе. У обоих оценки только четверки и пятерки. Оба подростка из благополучных многодетных семей. В школе учились хорошо, занимались спортом. Районы участкового инспектора характеризовал каждого положительно. В то, что такое могло произойти здесь, никто не может поверить. Они себя характеризуют очень положительно, учатся хорошо. Вот это за первую четверть они пропусков, занятий не имеют, так как они на учете внутрешкольным не значатся. И на профилактическом учете по линии ГДН по делам несовершенствования тоже не состоят. Между тем в кармане одного из школьников мать обнаружила предсмертную записку, которая гласила «Отец, мать, прощайте, извините и простите». В местном отделе образования говорят, что ни преподаватели, ни друзья, ни школьный психолог не замечали у подростков суицидальных наклонностей. На школе это первый случай такой. Мы потеряли двух детей с 10 класса. Это трагедия сейчас для всего района. И мы принесли соболезнования родителям. Такого ранее в школе не было, в этой школе именно. По факту суицидов возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Тем временем на 1 августа текущего года, согласно статистике Департамента по защите прав детей, в регионе зафиксировано 30 попыток свести счеты с жизнью среди несовершеннолетних. Из них 8 случаев с летальным исходом.